Итак, доброго времени суток. Продолжаем наши публикации про вешенку. В связи с тем, что есть желание и необходимость приготовить грибной суп, пришлось, значит, нужно приготовить для него ингредиенты. Для этого мы готовим грибную муку из сушеной вешенки. Засушить сами грибы вешенку, они довольно-таки крупные, поэтому приходится, вот как вы видите, их рвать на такие полосочки. Сами грибы довольно-таки крупные. Вот это сушка, на которой происходило сушение. Ну, конечно, происходило это не на этой сушке. Здесь, ну, на этой сушке только их было три. В конечном результате после высыхания они все уместились, можно сказать, в одну. Потому что по мокрому материалу и по высушенному это, конечно, две большие разницы. Для того, чтобы получить один килограмм вот такой вот сушеной вешенки, необходимо высушить приблизительно 13-14 килограмм свежих качественных грибов. Никакие там испорченные, подмокшие и так дальше, для этого случая не годятся. Используются только качественные грибы. Вот, обратите внимание, вот какой хороший качественный продукт. Итак, приблизительно 13 килограмм грибов мы заложили на сушку. В результате из трех вот таких вот сушильных подставок, сеток у нас получилась вот такая кучка, половину я уже переработал. Потом решил немного поделиться некоторой информацией. Все-таки здесь есть некий полезный материал, который будет тоже полезен, может быть, и вам. Значит, смотрите, что в дальнейшем происходит. В дальнейшем просто вот эти сушеные такие вот ленточки или полосочки мы перемещаем вот в такую емкость. Этот продукт будет готовиться пищевой, поэтому не забывайте, что это все должно быть чистеньким, хорошо вымытым, продезинфицированным. Так, здесь вторым этапом будет грубое измельчение. То есть грубое измельчение для этого я применяю, сильно я не заморачивался. Вот, мне немного нужно сделать, мне нужно сделать один килограмм вот этого порошка, значит, грибного. Для этого я применю обыкновенную мясо-рубку. Вот, довольно-таки несложно это все происходит. Для загрузки первично производим вот такое просто рукомеханическое разламывание вот этого материала. То есть мы ее, там видите, как уменьшается сразу в объеме, нам легче будет его загружать в этот приемник. Так, мы их просто разламываем. И вот приблизительно уже в таком формате мы будем сейчас вот это загружать в мясо-рубку. Значит, что я бы хотел сказать, что сам вкус, вот видите, попадаются вот такие, это скорее всего, не скорее всего, это нога. Вот, они довольно-таки жесткие и твердые, по консистенции что-то напоминает твердый пенопласт. Это ноги. Они особого вкуса вот сами по себе не имеют. Самый вкус из вешенки грибной, он содержится вот в этом мелком шроте. Вот этот шрот, который осыпается, это тонкие края шапочек. Именно вот там содержится самый ценный, самый важный вот этот именно грибной вкус, он по краям вот этих шапочек. Вот то, что вот это измельчается вот в такую, можно сказать, вот даже в руке, из этого можно сделать пыль. А вот эти крупные, вот эти все штуки, это ноги, которые фактически в этом всем составе являются больше наполнителем. Значит, после этого, после такого грубого измельчения, мы это перемещаем в мясо-рубку. И легким движением руки грибы превращаются, вот превращаются грибы, как вы видите, довольно-таки легко она перемалывается. Это не так, как с рейши было, что я два ножика сломал, и потом на этом дело закончилось. Они довольно-таки легко перемалываются. И вот таким образом у нас получается вот такой грибной шрот. Почти порошок, ну и с такими крупными кусочками. В дальнейшем, если взять супер, эти кусочки, они плохо вообще завариваются, растворяются, и они будут, ну, портить вообще всю картину. Поэтому нам в дальнейшем нужно будет их измельчить. После этого этапа, такой вот крупного измельчения, то есть получения такого вот шрота, в дальнейшем это все будет измельчаться на электро... Ну, на блендере его можно так... Ну, на блендере, короче. В общем, на очень больших оборотах мы это все будем превращать в грибную пыль. В дальнейшем из этого просто всего получится просто грибная мука. Она будет точно по консистенции, как мука. Мелкая-мелкая. В таком только виде ее в дальнейшем можно будет применять для приготовления грибного супа. И особенно, на чем можно было акцентировать внимание, что для вот такой переработки всегда, непосредственно, вот буквально сегодня, два часа назад, я специально подсушивал. Видите, он как шелестит. Видите, какой сухой материал. Я специально снова включал, потому что, если даже они постояли несколько часов, они отсыревают, и в дальнейшем для переработки и хранения этот продукт не годится. Значит, для того, чтобы его перерабатывать, его непосредственно перед самыми измельчениями я подсушил. Вот. И почти стопроцентная такая вот сухость вот этого продукта позволяет его переработать. В дальнейшем для хранения используется... Специально я его храню в стеклянной таре, абсолютно герметичной. Желательно, чтобы это вообще закатывать в банки. Перед этим, перед хранением, это касается любых грибов или порошка, или вообще грибов сушеных, которые вы храните, или вы хотите хранить длительное время без потери качества. Чуть позже, ну, может я полезу, там у меня наверху в банках просто закатанные есть эти грибы. Значит, эти грибы... Надо найти возможность подогреть саму банку с сушеными грибами где-то до 40-45 градусов, подержать некоторое время для того, чтобы выпарилась вся вода, потом закатать герметично. При остывании в банке образуется в некоторой степени такой вакуум, и в этом вакууме грибы могут храниться неограниченное количество времени на протяжении нескольких лет без потери своего качества, не окисляясь и не теряя свои вкусовые качества. Я дальше займусь сейчас переработкой вот этого материала, и если у меня появятся еще в процессе какие-то ценные мысли, то я что-то добавлю к этому материалу. Так, в общем и целом у нас получилось вот такое количество измельченных грибов. Сейчас, честно говоря, мне самому интересно. Ну, навес довольно-таки тяжеленький. Сейчас посмотрим. Так, значит, стариваем на ноль весы. И сейчас увесим, сколько здесь находится от грибного порошка. Ох! Так, у нас получилось 805 грамм. Значит, это верно. Загружали, я точно не помню, но не было. По-моему, 10 с чем-то килограмм. Если я не ошибаюсь, по-моему, где-то 10 с половиной или что-то такое. Килограмм, значит, ну, на выходе получили 805 грамм. И у нас есть еще для приготовления сухи есть заготовки. Вот то, что я вам рассказывал. Вот порошок. Смотрите. Он хранится вот в стеклянной таре, герметично закупорен твистер-крышкой. И в таком состоянии, без потери качества, его можно хранить длительное время. Это при 100% отсутствии влажности. То есть, отсутствие влажности должно быть ноль. Абсолютно должен быть сухим для того, чтобы он не испортился. Ну и последний этап. Сейчас будем, буду измельчать его на блендере. Это такой своеобразный процесс. Потому что при превращении в пыль, это сейчас будет все в дыму. Да, как говорил наш хирург. Значит, сейчас буду измельчать его на блендере. Такой процесс. Нужно желательно надеть маску в этом случае. Потому что сильно пыли при вот этом измельчении. Это пыль такая, как даже не знаю что. Поэтому нужно в маске обязательно быть. Потому что если у вас есть склонность еще даже к аллергии, то можно и надышаться вот этим порошком. И немного там покашляет после этого. На этом пока все о грибном порошке. Следите за следующими публикациями на канале. Будет много всего интересного. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...